Не успели итальянцы приземлиться в Риге, как оказались, за школьной партой, будто и не уезжали из родного Бальцана. И понеслось, урок за уроком. А тут еще и лабораторная по химии. В эксперимент включились не только ученики, но даже их итальянские преподаватели. Очень интересно. Я здесь для себя тоже открываю что-то новое. Я увидел, что здесь много лабораторных работ. И в лаборатории сразу же начинается поиск. У нас наоборот, все построено на теории. Знакомство с латвийской школой состоялось благодаря итальянскому общественному фонду «Даниил». Его основатель Диана Дмитриева, наша соотечественница. В прошлом выпускница школы Оствальда. Заняться таким проектом Диану заставило несчастье. Два года назад в Бальцана, где живет ее семья, трагически погиб сын Даниил. Он был сбит машиной. Так в 16 лет оборвались большие планы, рассчитанные на долгую жизнь. У человечка он был довольно талантливый. И увлекался он химией, математикой, физикой. Это и что касается области Стивистенка. И что довольно рядом музыкой, композитором. Фонд, созданный в память о сыне, и призван продолжить задуманное Даниилом. Цель нашего проекта совместного с педагогами, с общественностью города Бальцану развивать способности детей, которые ориентируются прежде всего на изучение углубленной химии, физики, математики. Еще одно направление – это развитие, сотрудничество образовательных систем. А разница в системах есть. В этом первыми убедились латвийские школьники, побывавшие в прошлом году в Бальцана. У нас другая система. То есть у нас учатся 12 лет, а у них, соответственно, 13 лет. Учатся по субботам ребята. И также отличается количество уроков. У нас в среднем 8 уроков у старшеклассников. И после каждого урока определенные перерывы. У них перерыв только один дается. Но благодаря этому они раньше заканчивают уроки. Зато школа здесь огромная. И все вместе учатся, и младшие, и старшие. У нас таких школ в Бальцана нет. Уроки здесь позже начинаются, чем у нас. А вот что касается протяженности учебного года, о котором у нас все спорят, то у итальянцев он точно такой же. И также три месяца летних каникул. А вот в неклассной работе в Италии уделено больше внимания, отметили учителя, побывавшие вместе с учениками в Италии. Огромное количество вне классных мероприятий, которые у них присутствуют. У нас это невозможно в соответствии с нашим финансированием. Хотелось бы побольше возможностей именно вот такого плана, исследования, лаборатории, открытые мероприятия. Приезд итальянских школьников в Ригу не просто знакомство со сверстниками. Это и научные контакты. Есть у итальянцев задумка создать в Бальцана робота-экскурсовода. Но им необходима помощь. В качестве партнеров выбраны рижские школьники. Татьяна Коваленко, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал.